Рёв мотора и море адреналина. Гонщики района сравнили свои авто на зимней трассе в Айхале. В посёлке прошли автомобильные гонки на льду. Автогонщики из Айхала удачного и мирного показали своё мастерство. Левый берег реки Саксолог на время стал гоночной трассой. Чтобы победить мощного двигателя и лёгкости не всегда достаточно. Главное – скорость реакции, особенно на старте. Появилось большее количество участников в разы. И расширились классы. Если в прошлом году у нас был передний, задний и полный привод, то сейчас у нас появился класс кроссовер, мы так назвали. И вот 8 снегоходов выступило. На трассе в несколько километров были только супермощные автомобили. Оно и понятно. Дистанцию надо было пройти за минимальное время и с максимальной скоростью. Не жалея машин, участники на полной скорости влетали в повороты. Трасса стала интереснее минимум в два раза, потому что в прошлом году мы только начинали, пробовали. И ребята, те, которые гонщики, тоже пробовали. Поэтому трасса была упрощённая. В этом году потрудились ребята из Мирненского дрифт-клуба. И получилось хороших два круга, два кольца, которые позволило стартовать с синхронно двум машинам. Лёд и законы физики никого не останавливали. Пилоты говорят, в гонках правило одно – победить. Для этого каждый гонщик старался сделать свой автомобиль уникальным. Под капотом десятки лошадиных сил в салоне только то, что необходимо для гонок и безопасности. У нашей машины 75 лошадей, полтора литровая она. Мы рассчитываем на победу, потому что в прошлом году мы катались, знаем мы её. Как бы машина простая. Сергей Выговский и Дмитрий Слюсарь к гонкам готовились основательно. Несколько дней провели в гараже, авто вышло на трассу как новенькое. Подошли креативно гонщики и к своему внешнему виду. Ребята нарядились в костюмы мультипликационных героев, кота Тома и мышонка Джерри. Приз за единую форму одежды однозначно достался именно этому экипажу. В первую очередь популяризация авто-мотоспорта. Показать то, на что гораст. Потому что не только прокладка между рулём и сиденьем играет роль, а конечно то, что и под капотом. Поэтому общение, радость. Сегодня погода хорошая, поэтому позитив, только позитив. Арсен Хакиров в гонках участвует не впервые. В этом году специально купил старенькое авто, чтобы погонять на Айхальской трассе. Советская машина. 1,6 двигателей, инжекторные, восьмиклапанные. Решили участвовать в гонке. В прошлом году тоже участвовали. Но в прошлом на 4ВД участвовали. К сожалению, машину продали. Теперь решили, вот, специально в течение недели купили машину, вот ее. Ну, хлам. Чтобы хоть погонять, попробовать. Появление на трассе женского экипажа вызвало у мужской аудитории удивление. На крутых поворотах и мужчины едва справляются. Ну, мы приехали с Удачного, как единственный женский экипаж. Оказались сегодня, будем участвовать с мужчинами наравне. Ну, решили попробовать свои силы здесь. Несколько часов любители автоспорта согревали зрителей жаркими боями на льду. Десятки болельщиков на своих автомобилях, а кто и пешком, пришли посмотреть на захватывающее зрелище. Просто посмотреть, как бы ни за кого не болеем. Просто посмотреть участников, посмотреть соревнования, посмотреть, как качество, как водитель ездит. Я уже была на прошлых играх в соревнованиях. Мне очень понравилось, поэтому пришла еще раз. В том году не попали, были в отпуске. Решили вот детям показать. В каждом классе или категории определили своих победителей. В следующем году участники планируют снова собраться на этом месте, чтобы попытаться проехать несколько километров еще быстрее. Это будут высокие скорости и новые рекорды. Здесь говорят, чем выше скорость, тем лучше состояние души. Зрелищно, так хорошо организовано. Вообще погода сопутствует. Нужно такие мероприятия проводить. Для поселка это интересно, для молодежи, мне кажется, интересно будет. Призовой фонд соревнований составил 90 тысяч рублей. Призеры автомобильной гонки были награждены дипломами, кубками и ценными призами.